Лучшее в стране Привет, огромное тебе спасибо, что ты в насыщенном своем графике, а это действительно так, и твои подписчики, и твои поклонники знают об этом, нашел время для прихода к нам, потому что хочется поговорить о спорте, о бодибилдинге, безусловно, о нутрициологии, и, разумеется, еще про одно замечательное мероприятие информационным партнером, которым мы являемся уже не первый год, это Международный фестиваль спорта и здорового образа жизни, Сенпроэкспо-форум 2018. который в этом году пройдет в конгрессно-выставочном центре Сокольники с 9 по 11 ноября. Сначала я хочу узнать у тебя, что ты будешь непосредственно делать на этом форуме, где тебя можно увидеть, посмотреть, послушать. Так как Сенпро проходит уже четвертый год, с каждым Новым годом мое пребывание на Сенпро и моя занятость, она все растет и растет. Поэтому в прошлом году я помимо того, что был на стенде своей компании спортивного питания, которую представляю, представлял свой бренд по доставке здоровой еды, проводил соревнования, и проводил, значит, ведущим был соревнований и проводил лекцию как раз-таки по диетологии. В этот раз все примерно так же, но добавилось еще одно, это финал проекта «Рывкачи», который мы снимаем с Дмитрием Клоковым. Это проект по тяжелой атлетике, и там у нас, собственно говоря, с Дмитрием в один из дней будет выступление, прям соревновательное, где мы будем делать рывок штанги. Все, кто за этим проектом следят, а это большая армия, на самом деле, по всей России и по всему СНГ, все ждут этого момента, когда же это наступит, когда уже, скажем так, наступит та финальная точка этого проекта. И определиться победителем именно. Ну, суть проекта, конечно, не в победителе, да, мы назначили себе в январе, то есть практически, ну, год назад, 9 месяцев назад, определенные цифры, к которым мы хотим прийти. В проекте только два человека участвуют? Дмитрий является тяжелоатлетом, заслуженным мастером спорта, призером Олимпиады, я являюсь бодибилдером, и мы попытались, но так как, помимо того, что я бодибилдер, да, я еще человек, скажем так, наблюдательный, да, блогер, как вы сказали. Многие это слово не любят, но мне оно никаких эмоций негативных я не испытываю по этому поводу. Поэтому мне было интересно раскрыть историю, географию, вообще масштаб тяжелой атлетики сквозь свой путь в ней. Вот, поэтому мы проездили порядка, по-моему, более 10 стран, посетили очень много городов, посетили, пообщались с очень многими олимпийскими чемпионами. Некоторым по 90 лет, некоторым по 80 лет, по 70. Вот, мы такое количество знаний получили, опыта, и как жизненного, так и спортивного. И на фоне всего этого, получается, Дмитрий тренировал меня. И, ну, конечно, мы слушали разные школы, потому что в тяжелой атлетике есть разные представительства, разные школы. Мы летали, мы слушали тех, других, и так далее. То есть мы, ну, облетали, я же говорю. И все на себе опробовали параллельно. И все на себе опробовали, да. Ситуация усугублялась тем, что я не убирал свой тренировочный график. То есть как бодибилдера, да, потому что мне надо быть в форме, у меня своих проектов куча. Вот, то есть этот проект, это был такой один из. В нагрузочку, так сказать. Да, 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 да. Да, вот, тем не менее, как бы я прогрессировал, то есть многие за этим следили. Причем там такая драматургия нарастала по ходу развития событий. Вот, где-то у меня там тоже возникали какие-то микротравмы, где-то возникали, ну, определенные проблемы, да. Где-то взлеты, где-то падения, в общем. И этот проект в итоге, вот, он не только получился как история тяжелой атлетики, да, и повествование, а еще и вот как раз-таки реалити, да, вот в моем лице, да, и в лице Дмитрия. Вот, поэтому этот, собственно говоря, турнир, который будет в рамках SNPRO, Clock of Power Weekend, будет вот являться финалом проекта Рывкачи. Это будет один из дней. Вот, в остальные дни я буду проводить также лекцию по питанию, буду работать с утра до вечера на стенде компании Biotech, мой спонсор. В общем, как всегда, с утра до вечера меня там можно будет найти. Найти легко и просто, абсолютно сделать это. Что касается твоего блогерства, да, скажем так, хотя я бы это уже даже не назвала как блогерство, я бы уже назвала, наверное, это как журналистская очень серьезная работа. Саша, ты знаешь, сейчас все то, что происходит, наверное, в сети, это уже блогерство, да, поэтому я и не обижаюсь. Меня вот лет пять назад, мне скажи блогер, я бы рассердился на самом деле. Ахахах, ты блогер? Да, 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 ну как же я занимаюсь, у меня проекты есть на Ютубе, да, к примеру. Конечно. То есть, что, один факт того, что моя площадка Ютуб записывает меня автоматически в блогеры, да, а не в журналисты, скажем. Ну почему так? Вот, то сейчас абсолютно, то есть сейчас уже блогинг это престижная профессия, да, многие уже... Все дети мечтают стать блогерами, спроси любого, они хотят снимать видео. Вот, поэтому, да, да, я блогер, черт побери. Мне твои проекты очень нравятся, их тем более, ну, два, во всяком случае, которые я знаю, такие серьезные, уже успешные, под грифом и тело время. Ой, как я рад, что ты подготовилась. Да, я очень хочу тебя попросить рассказать, в чем принципиальная разница у этих двух проектов. Телу время, это проект вообще длиной во всю мою спортивную жизнь, я его начал еще в 2011 году. Это проект про людей, вот, это проект про спортсменов, про тренеров, про просто, про звезд шоу-бизнеса, про всех. Кто так или иначе уделяет внимание внешнему своему состоянию, да, и тренировкам, кто так или иначе связан как-то со спортом. То есть проект заключается в том, особенно вот новый сезон, который я сейчас снимаю, заключается в том, чтобы раскрыть человека сквозь призму спорта. Вот, потому что у человека очень многое можно узнать как раз-таки в зале, вот, смотря на то, как он выполняет те или иные упражнения, да. То есть, и вообще человек раскрывается вот в спортзале, как и в бане, все равны, да, то есть нет какой-то градации, поэтому любого человека можно раскрыть. Вот, ну, понятное дело, что залом проект не ограничивается, да, то есть я стараюсь попасть как-то и домой, и, да, узнать какие-то, ну, вот. Ну, в общем, да, как складывается жизнь этого человека. Да, 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 взлеты, падения, жизни, это всегда очень интересно. То есть это проект про людей, а не про спорт. Так, а если говорить про проект под грифом? Под грифом это уже непосредственно моя деятельность, да, более научная, это мы уже говорим со специалистами, тоже с уважаемыми людьми, но на какие-то определенные темы, да, скажем, разбираем там ожирение. Вот тема ожирения мы разбираем. По сути, как бы, имя гостя не так важно, да, как его знание. То есть этот проект больше научный, да, больше для тех, кто хочет непосредственно что-то узнать касательно, там, питания, тренировок, вот недавно... И это касается не только людей, которые профессионально занимаются спортом, да, это абсолютно любой человек, который просто даже посещает тренажерный зал там или фитнес, какие-то тренировки разочек хотя бы в неделю. Последние лет пять, последние лет пять я только и занимаюсь тем, что я стараюсь масштабировать всю эту историю, потому что к бодибилдингу и к бодибилдерам, особенно в нашей стране, отношение очень предвзятое, да, это некое такое... Не кажется ли тебе, что это от зависти, что вот это вот делают те люди, которые, ну, такие, знаешь, хиленькие, ленивенькие, и они, в общем, делают все для того, чтобы бодибилдинг не был таким популярным? Ты знаешь, здесь совокупность факторов, конечно, и наш брат в этом тоже виноват, потому что бодибилдинг, он подразумевает собой некую ограниченность. Идеальный день бодибилдера — это сон, еда, тренировки, все. По расписанию, все, по часам. Идеальный бодибилдер, он сам себя сознательно ограничивает. В Третьяковскую галерею я не пойду, книжку я лучше не почитаю. Значит, еще что-то там развивающее у меня иностранные языки я не буду учить, потому что мне нужно отдыхать, потому что у меня там тяжелые приседания, да, завтра. Поэтому, конечно, часть, доля правды в этом есть, но, опять же таки, в большой семье, да, вы посмотрите, сколько у нас фитнес-клубов. Занимаются абсолютно все, да, то есть если взять, скажем, срез по населению, я думаю, что занимаются в тренажерном зале абсолютное большинство людей, да, потому что там боксеров, ну, это вот определенное количество, да, шахматистов тоже. А в тренажерных залах занимаются все практически. Ну, или хотя бы как минимум имеют абонемент, они, конечно, могут не ходить, но... Подарочный, да? Да, поэтому, конечно, доля правды в этом есть, и вот я считаю своей, скажем так, обязанностью, да, популяризировать, масштабировать, да, и немножко отходить от этого. Потому что я как раз, я перестал выступать уже, ну, пять лет. Кстати, в этом году пять лет, как я перестал соревноваться, вести активную спортивную карьеру, вот. Поэтому для меня как раз-таки важно общаться с людьми обычными, да, с людьми, у которых есть работа, у которых есть какие-то другие жизненные интересы, да. Я сейчас уже больше про долголетие в спорте, больше про здоровье, нежели чем спорт высших достижений, вот сейчас или никогда. Потому что история как раз-таки знает очень много примеров именно таких. Когда становились чемпионами за год, три, пять, неважно, выигрывали все подряд, но, к сожалению, потом... Подревали свое здоровье. Абсолютно. Абсолютно. Друзья, вот на этой грустной нотке мы прервемся, ненадолго будет музыкальная пауза, после чего продолжим наш мега интересный разговор. Расставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, у нас сегодня потрясающий гость, мастер спорта России по бодибилдингу, нутрициолог, популярный блогер Андрей Скоромный. Мы продолжаем разговаривать про здоровье, про спорт большой, про невероятное количество информации, которые касаются, и которые ему нужно познавать, познавать и познавать. Оказывается, в спорте. И если вы ходите в тренажерный зар, то, наверное, конечно, узнавать и интересоваться о том, как делать все правильно, как избежать травм, как правильно питаться и так далее. Но это просто очень важно и необходимо. Вот у Андрея есть чудесные проекты под названием «Под грифом», «Тело, время». Ну и вообще активная жизнь в социальных сетях, где ты находишь время еще и отвечать людям на какие-то вопросы, затрагивать темы. Ты постоянно учишься. Во-первых, конечно, твои гости в программах, которые рассказывают огромное количество, но, судя по твоим постам, еще и понятно, что ты огромное количество литературы читаешь, где-то выискиваешь, где-то смотришь и делишься этим с окружающим миром. Ну, источники эти откуда ты черпаешь? Вот скажи, пожалуйста. Ну, во-первых... Да, не знаю, может, какие-то журналы, газеты, каналы? Ой, явно не журналы. Журналам доверять нельзя. Во-первых, знаешь, ведь бодибилдинги — вообще здоровый образ жизни, да? Ну, здоровый образ жизни — это такая уже какая-то избитая фраза, да? В общем, да, согласна. У многих вызывает она уже даже отторжение небольшое. Да, отторжение, да. Это что-то такое связанное с фанатизмом, знаешь. Просто вот когда ты хочешь, я не знаю, дольше прожить и качественнее прожить, наверное, это так называется, да? Это же не спорт, да? Это образ жизни всё-таки. Поэтому здесь, как знаешь, бескрайний океан информации. Ведь питание, что это такое питание? Это вообще отдельная сфера, да? Это как раз нутрициология, правильно? Нутрициология, да. Это как раз то, где ты сейчас уже являешься специалистом на сегодняшний день. Да, да, я провёл уже более трёхста семинаров по СНГ. Не только в нашей стране, но и в других странах. Да, в основном СНГ. Там и Германия есть, там и Венгрия есть. Да, 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 да. Был даже Кувейт. Вот так. Корабом даже мы ездили, да. Вот, поэтому это направление абсолютно тоже такое своё, отдельно. Отдельная наука целая. Можно разбираться, да. Помимо этого у нас тренировочный процесс, восстановление, да, какие-то вещи. То есть абсолютный океан и нет той точки, когда ты скажешь, да, я знаю всё. Потому что в любом другом виде спорта всё-таки есть какая-то стратегия подготовки, да, ты ведёшь и так далее. А здесь нет, к сожалению, или, может, к счастью, да, поэтому я и нахожусь в постоянном каком-то таком обновлении, да, знаний. Что это такое? Ну, и прежде всего, это, конечно, научные работы, научные книги, исследования, которых сейчас проводится очень много, к сожалению, на русском языке практически ничего нет. Вот, то есть всё это Европа, Америка, вот, всё это переводится. Ну, у нас есть своё, скажем так, научное комьюнити, вот, с которыми я взаимодействую, да. Это какие-то учёные, это исследователи, это просто нутрициологи, вот. Их не так много, их вообще немного, да, потому что вот эти все диетологи инстаграмные, к сожалению... Да, вот в чём отличие принципиальные диетологов инстаграмных от профессиональных нутрициологов? Отличие в том, что ЗОЖ-индустрия или фитнес-индустрия, она вся кишит мифами, вот. Вот, начиная от, там, тайминга приёма пищи, да, там, какими-то гликемические инсулиновые индексы. Я вот, кстати, у тебя прочитала, оказывается, не обязательно 5 раз в день есть, а то вовсе не обязательно. Абсолютно, да. Я так порадовалась этому, спасибо тебе огромное. И таких, на самом деле, моментов есть очень много, которые придумал непонятно кто, непонятно когда. 300 лет тому назад. Да, это всё давно уже опровергнуто, да, с научных точек зрения и так далее, и так далее. Поэтому всё, что касается подавляющего большинства сертифицированных тренеров и диетологов, к сожалению, не отвечает нынешним стандартам. То есть это всё старые схемы, вот, это всё использование резервов организма, да. То есть можно сделать форму, можно похудеть, но потом тебе, во-первых, будет тяжело существовать, да, в принципе. Ты будешь худой, но не будешь радоваться жизни. В таком режиме, да, иначе. Ты будешь в кубиках, да, пресса, но тебе они будут не нужны. Но злобный человек. Да, абсолютно, вот. Тем более, велик риск потерять или нанести вред здоровью, да, вернуть все те жиры, которые у тебя были до, да, и так далее, и так далее. В три раза больше, как правило. Поэтому вот эти диетологи, они, конечно, могут помочь, но кратковременные, на кратковременный срок. Ну, хорошо, но трициология, это всё-таки что, подсчёт калорий, это опять те же самые белки, жиры, углеводы, да. Про что это наука? Наука питания. Если мы говорим о своих целях, да, к примеру, там, жиросжигание, то, конечно, во главе угла первый закон термодинамики никто не отменял, да. То есть калорийность, она во главе угла, так или иначе, то есть энергообеспечение. Если ты тратишь калории больше, чем потребляешь, вне зависимости от Макдональдса это, да, какие-то шоколадки и всё, что угодно, конечно, ты будешь худеть. Но будешь худеть с негативными последствиями для здоровья, потому что первая ступень, фундаментальная, да, в любой, в любой схеме правильной, это калорийность, но не калорийностью единой, да. То есть вторая ступень, это как раз-таки макронутриенты, это соотношение белков, жиров, углеводов. И если мы уже учитываем калорийность и учитываем белки, жиры, углеводы, у нас уже полдела в кармане. То есть мы можем себя хорошо чувствовать, мы можем при этом прогрессировать, то есть избавляться от жира, вот, и на длительный период, да, потому что очень много схем, которые учитывают только калорийность, да, какие-то там кремлёвские диеты. Ой, это такое количество, я думаю, что нам с тобой не хватит до вечера. Там после шести не есть, там, и так далее, да, то есть эти схемы, они вроде как работают, но они работают только потому, что ты так или иначе ограничиваешь калорийность. Но ты не понимаешь, насколько ты её ограничиваешь, да. Бывают девушки, которые садятся на диету с понедельника и ограничивают её там в половину. Ну, понятное дело, что долго так она на этой диете не просидит, да, что организм... Конечно, потом начнётся депрессия обязательно. Ну, это как минимум, да. Потом начнутся проблемы с гормональной системой, да, начнётся проблемы, значит, с лишним весом, да, потому что всё это вернётся. Потому что организм, в принципе, если он питался всю жизнь на двух тысячах калорий, да, то он не может в один прекрасный момент питаться тысячу калорий, да. Это всё нужно учитывать. Твоя крайность, да. Твою информацию можно получить, посетив семинар твой. Абсолютно. Да, потому что там сколько часов? Два, сколько часа обычно? Ну, самый минимальный формат — это два часа. Лучше четыре. Вот скажи, пожалуйста, может быть, у тебя уже есть наблюдение, может быть, есть какой-то более продвинутый в этом смысле город, а может быть, даже страна. Я имею в виду, если оценивать количество пришедших на твой семинар. Вот интересный момент. Большие города, Москва, Санкт-Петербург, они избалованы этим. Ну да. То есть для них уже это не, ну, скажем так, можно выбрать. Каждый себя считает специалистом уже в этой области. Не только, не только. Можно очень много разновидностей досуга, да. Мы можем пойти в кино, можем пойти на концерт, а можем пойти к Скоровному на семинар, и тут уже как бы закрадывается. То есть непонятно. А ещё на метро добираться и так далее, да. То есть мои, на самом деле, все аншлаги, они были в абсолютно каких-то небольших, маленьких городах. Вот недавно ты вспомнила мой тур по Европе, да. И заключительный город в этом туре был Ужгород. Это западная Украина, на самом деле, да. И я человек абсолютно аполитичен, да. То есть я максимально абстрагируюсь от этой истории. Я считаю, что все мои братья. Тем не менее, мысли возникали, да. А как же всё-таки встретят и так далее, и так далее. То этот город, он встретил, конечно, по-моему, более 300 человек пришло. То есть для этого города это абсолютный аншлаг, да. Это абсолютная, то есть потрясающая публика была, которая общалась активно. И вообще, Тюмень, я помню, тоже встретила более 400 человек. То есть очень много городов маленьких, для которых это большое событие. Твой приезд и ту информацию они понимают, что они могут получить только из твоих уст, поскольку ты этому посвящаешь огромное количество времени. Я хочу попросить сейчас нам включить видео. Это небольшая нарезка, любезная, предоставленная нам Андреем, своего Инстаграма. Что это за нарезка, Андрей, расскажи нам, пожалуйста. Ой, что это за нарезка? Да, это какая-то одна из тренировок. Одна из, да, всё-таки. Вот как раз, я думаю, тот самый радостный момент для девушек, ну и для мужчин, конечно, бодибилдеров. Я не думаю, что для девушек, потому что девушки всё-таки для... Ну ты что, они огромное количество девчонок, которым нравится. Нет, в жизни нормально. На видео, на фото, как правило, все говорят, что это немножко перебор. Да. А то и множко перебор, да. В жизни не рискуют об этом сказать прямо в глаза и только нахваливают. Андрей, я хотела вот о чём с тобой поговорить. Ты до 17 лет прожил на Ямале, в маленьком посёлке, где-то читал интервью о том, что и у себя пишешь тоже в соцсетях, что ты прям не мог дождаться, когда ты наконец уедешь в Москву, уедешь в столицу. Но твои взаимоотношения с бодибилдингом, они начались же там, я так понимаю, на родине у тебя. Самое интересное, что нет, потому что все мои сверстники, они так или иначе занимались в тренажерном зале, кроме меня. Так, а ты чем занимался в это время? Я занимался спортом, я занимался баскетболом, я занимался лёгкой атлетикой. С тем, чем угодно, в общем, кроме тренажерного зала. Мне очень нравилось быть очень сухим, маленьким, худым, вот это мне нравилось. Я вообще не понимал, зачем на себе носить... Гора мышц. Да, то есть это какое-то такое, для меня это казалось... Вот сейчас я понимаю тех людей, у которых мой вид вызывает вопросы, потому что у меня в своё время тоже это вызывало вопросы. Я не понимал, зачем, да, то есть зачем это носить на себе. Именно переезд в Москву в большей степени, конечно, смотивировал меня заниматься, потому что я помню ощущение, что я в Москве очень маленький. Ты поступил куда-то учиться или что? Да, автодорожный институт, да, мне это было очень интересно, я прям хорошо его окончил. Ну, ни дня не проработал. Ну, и правильно, другая история. Нет, я объясню, потому что я закончил практически с красным дипломом, у меня там буквально не хватило и то, потому что я уже начал активно выступать, баллов, да. Мне это очень нравилось, но я понял просто по окончанию института, что я больше специалист уже в этом, нежели в этом. То есть я настолько, то есть, да, полдня у меня было института, но остальные полдня я был в книжках, в тренировках, вот во всем этом. И я понял, что у меня просто душа лежит больше в этой области. 2010 год, по-моему, у тебя первое соревнование, да, состоялось и сразу победа. Первое место. Ну, и потом их огромное количество, ребят, кому интересно, есть информация в интернете, очень много, все подробно. Кого, когда победил, какие веса, какие результаты и так далее. Ну, большое количество побед и в России, но не зря, поэтому мастер спорта России. В общем, успешная такая карьера, которая переросла теперь более в... Она достаточно короткая. Достаточно короткая, да. Многие из тех, кто, скажем, из этого болота, да, они мне, конечно, ну, скептически ко мне относятся, потому что считают, что, ну, все-таки люди выступают по 10, по 15, по 20 лет и только что-то потом и так далее. А я пришел, нахватал медалей и пошел теперь семинары. Я не сам, далеко не самый, далеко не самый титулованный спортсмен в России, да, но я понимаю, я понимаю всю структуру, из-за этого меня и уважают, собственно говоря. Давайте посмотрим еще одно видео. Здесь не только уважение, тут еще и восторг и огромное удивление. Андрей, что это было? Расскажи, пожалуйста, это Федерация моржей России. И что это? И зачем? Вот это, по сути, рывок штанги. Это то, что мы будем делать на СНПРО только в Байкале. Да, это озеро Байкал. То есть я такого не видела никогда в жизни. Это около полугода назад. Я приезжал туда как раз-таки семинар проводить. И я был ведущим одного масштабного мероприятия, которое называется «Большая бойня». В Иркутске международная такая интересная старт, спортивная. Вот я их проводил и проводил семинар, а потом... И попутно закалялся. Ну, мы поехали, значит, все организаторы, они стараются как-то максимально меня развлекать. Да, это было развлечение. Да, показать, собственно говоря, окрестности и природу. Конечно, будучи в Иркутске, нельзя не заехать на Байкал посмотреть на это вообще восьмое чудо света. Вечером у нас была баня, и вот нам такая идея пришла в голову. Ну, как она пришла в голову, я уж не буду вдаваться в подробности. В итоге вот получилось то, что получилось. По-моему, получилось весело. Зато потом будет что вспоминать. Но при этом ты прекратил на этом погружаться под воду со штангой, в ледяной воде, заниматься бодибилдингом? Да, это был вот единственный раз. Мне, честно говоря, хватило абсолютно. Я понял, про что это, меня больше туда не загнать. Вот, ну, вообще, честно говоря, я стараюсь в каждом городе что-то интересное придумать. Да, в Одессе, я помню, поднимался по лестнице со 100 килограммами. Там лестница самая большая в Европе, Потемкинская. Вот, я на семинаре сказал, приходите завтра с утра, будем подниматься вот со штангой. Ну, такие вещи, они просто запоминаются. Это некий вызов себе, да. Ну, я хочу сказать, что ты не только в городе найдёшь, чем себя развлечь, ты и в деревне тоже. Мастак выдумать что-то такое. Вот у нас есть видео, которое, конечно, попрошу тебя прокомментировать, разумеется. Потому что, ну, в общем, и самое главное, мне кажется, сказать, наверное, чтобы не пробовали это повторить без подготовки. Включайте нам, пожалуйста, видео. Вот. Вот так вот вроде как бы непонятно. Сначала мы видим ноги накачанные красиво, и дальше видим ещё три пары ног сверху, трактор «Беларусь». Ну и довольные счастливые девчонки. Да, это наши красавицы, которые с нами всегда на наших вот подобных проектах и в Таиланде, и вот в деревне. А они именно, как говорят спортсмены, как веса выступают, или у них есть ещё другие задачи? Ну, в данном видео как веса. Ну, конечно, они у нас мультизадачные. Я подумала, что сейчас некоторые жёны сказали, так вот ты как, зачем ходишь в тренажёрный зал, всё, отбираю амбонимент. Ну, это вот один из редких плюсов этого вида спорта, что да, можно попросить красивых девчонок иногда тебе помочь. Ну, замечательно. Скажи мне, пожалуйста, что касается твоих семинаров на сегодняшний день? Они все касаются нутрициологии? Нет, 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 нет. Не только. То есть, в зависимости... Их же уже несколько у тебя. Это же не одна какая-то тема выборная, да? Да, да, да. Они очень разные. Определённое количество тем. Вот. И дело в том, что все основные города я уже давно объездил. Вот. И, понятное дело, с одной темой уже никому, никем не удивишь. Ну, конечно, да. Поэтому это не только питание, это не только диетология, это уже и гормональная система, и, конечно же, тренировочный процесс, да, и мастер-классы, и так далее, и так далее. Где расписание смотреть? Расписание... Твоего графика, да. В Инстаграме советую тем, кто не подписался, подписаться, потому что заблаговременно я всегда публикую афиши, и где я появлюсь. Давай поговорим теперь про питание. Про то питание, которое можно приобрести, скажем так. Я говорю о твоём проекте. Да, это вот... Скажи, как он появился в твоей жизни, сколько уже лет, и почему, собственно говоря, из такого огромного выбора, выбор должен пасть именно на твою продукцию? О, это хороший вопрос. Это вообще очень хорошая тема, потому что это наше детище, меня и Олега Романюка. Это вот мы вдвоём с ним, с моим партнёром, придумали такой сервис три года назад. И я по сей же день являюсь первым клиентом моего сервиса, потому что это настолько удобно. Дело в том, что все привычки профессионального спортсмена и образ жизни у меня остался. То есть я знаю, что мне нужно питаться много, мне нужно питаться правильно, но количество свободного времени у меня жёстко ограничилось. Поэтому мне не хватает времени на готовку, да, мне не хватает времени на... Это же закупку этих товаров. Да, закупку, помыть посуду и так далее. И нам пришла в голову идея сделать сервис по доставке здоровой еды, где будут рассчитаны как раз-таки калорийность, как раз-таки соотношение белков, жиров, углеводов, которые необходимы тебе. Тебе перевозят целый пакет еды на день, сколько тебе нужно. Как правило, это пять приёмов пищи. И самое главное, что это очень качественная еда и очень вкусная, и разнообразная. Потому что многие сервисы подобные, да, когда открываются, они через маленькое количество времени сталкиваются с тем, что не хватает разнообразия, не хватает вкуса, потому что все привыкли считать, что здоровая еда и полезная... Это невкусно. Это невкусно. Это невкусно. Да, это сухо и так далее. И мы потратили очень много усилий с технологами и с диетологами, да, чтобы сделать здоровую еду, вкусной едой и разнообразной, да. Поэтому наши клиенты, они питаются так же вкусно, это очень удобно, да. Пакет приехал на день, ты только открываешь лотки и кушаешь. Вот. И кроме того, как, скажем, побочный эффект, ты достигаешь своих целей, да. Либо там набираешь мышечную массу, либо сжигаешь лишний жир. Где можно ознакомиться с рационом, с расценками? mfkitchen.ru, друзья. Ну вот, друзья, да, заходите, узнавайте. Спасибо вам за такую предоставленную возможность. Ну, конечно, нам тоже хочется пробовать, нам тоже хочется употреблять в пищу только лучшее. Да, сегмент этот, кстати, очень сейчас на подъёме, очень сильно развивается. То есть люди начинают понимать, да, что это удобно на самом деле, что это где-то даже более выгодно, чем самому закупиться и приготовить еду. Вот. Есть, конечно, игроки рынка, которые под видом здоровой еды, да, делают, ну, некачественную еду, делают еду невкусную из плохих продуктов. Но мы, как говорится, как и в бодибилдинге, да, это опровергаем и идём своим курсом, развиваемся. Андрей, извини, тебе уже нельзя, уже имя такое, которое поручится, чем-то уже не получится. Да не только поэтому, не только поэтому, просто зачем, зачем делать ещё один, скажем так, неправильный проект, да, если можно сделать всё по совести и пользоваться самому. А лучше ещё даже лучше, чем у всех остальных. Ну, это я уж поскромничаю. На самом деле, так оно и есть. У нас пауза короткая, друзья, музыкально оставайтесь с нами. А у нас в гостях Андрей Скоромный, мастер спорта России по бодибилдингу, нутрициолог, блогер популярный. Друзья, пользуемся возможностью, остается совсем немножко времени, но очень хочется, конечно, задать ещё вопросы Андрею и посмотреть видео. Давайте, наверное, начнём мы с видео, а после чего помучаю немножко вопросами нашего гостя. Видео, вот в данном случае, я так понимаю, мы видим тренировку на мышцы ног и ноги, которые, конечно, впечатляют, мягко говоря. Андрей, на сегодняшний день сколько тренировки занимает у тебя времени? Вопреки, опять же, распространённому мнению, не так много, то есть порядка 40 минут, часа в день, разиков эдак 5 в неделю. Ну, замечательно, вполне себе можно позволить. Да, вполне себе можно позволить. Дело в том, что я по-другому не могу. То есть мне многие говорят о том, что пора бы уже сокращать количество, да, потому что, ну, такой график – это что-то больше к профессионалам, нежели к любителям, да. Но дело в том, что это настолько вшито в моё ДНК, да, это настолько является фундаментом вообще моей жизни, что для меня это вот просто как почистить зубы. День без тренировки – это уже что-то пошло не так, поэтому режимчик держим стабильно. Андрей, ты молодой папа, чудесной дочке Софии, фотографии, которые тоже есть в соцсетях. Скажи мне, пожалуйста, ты уже каким-то образом её приобщаешь тоже к спорту? Она у меня гимнастка, да, она у меня очень гибкая девочка. Четыре годика ей, да? Да, 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 да. Ну, причём у неё с детства, так как пример был перед глазами, то есть она ещё в два года она показывала, вот, на кубке моей показывала, да, и вот это папины кубки, то есть она прям гордилась уже с детства, вот, и если я что-то там позировал перед зеркалом, показывал бицепсы, то она повторяла за мной, поэтому здесь как раз-таки вот пример, я думаю, ну, как всеми известно, да, что лучше пример, чем показать и рассказать, да, как-то, вот, поэтому я за неё не беспокоюсь, в любом случае в той или иной степени физическая активность будет в её жизни, вот, ну, а что касается профессионального спорта, тут уж как карта ляжет, да, как она захочет. Как сама решет, вот, абсолютно мудрая позиция мудрого человека. Андрюш, ну, и самый важный вопрос сейчас такой, напутствие всем нашим зрителям, наверное, слушателям, что касается спорта, как много его должно быть в жизни, с чего начать, если только думаешь об этом, стоит, не стоит, нужно, не нужно, куда кинуться сначала, в изучение литературы или можно совмещать, сразу бежать в зал и параллельно почитывать, посматривать на Андрея Скоромного? Ой, ребятушки, ну, в любом случае, лучше какая-никакая физическая активность, чем её отсутствие, да, то есть лучше пройтись в магазин, чем проехаться, как минимум. А обратно же ты ещё сумочками идёшь, это уже нагрузочка дополнительная. Абсолютно, абсолютно. Я, на самом деле, склоняюсь больше к гедонизму, поэтому я против сложного пути, вот, чтобы преодолевать себя. Занимайтесь только тем, вот, что вам в кайф. Если вам нравится тренироваться в зале, ради бога. Если вам нравится заниматься теннисом, и слава богу, да, и так далее, и так далее. Любая физическая активность – это уже плюс, это уже хорошо, это продление как длительности, так и качества жизни. Что касается информации, то мы тут вскользь с вами, да, обсудили, что от отсутствия информации очень много мифов рождается, да, и ненужных каких-то дополнительной нагрузки, да, на свою голову и в свой график. Поэтому, конечно, старайтесь по максимуму просто узнавать. Узнавать, читать, где-то почитывать, где-то подсматривать. Чем больше информации вы владеете, тем меньше стресс вы будете испытывать по тому или иному вопросу. Поэтому изучайте и больше двигайтесь, ребятушки. Я хочу напомнить, что у нас с вами есть возможность повстречаться с Андреем и послушать его и посмотреть с 9 по 11 ноября на 6-м международном фестивале спорта и здорового образа жизни СНПРОЭКСПОФОРУМ-2018. Встречаемся в конгрессно-высточном центре Сокольники. Андрей, спасибо огромное. Мы тебе всегда рады. И надеюсь, что наши встречи будут почаще, и мы будем узнавать много интересного и правильного. Спасибо огромное. И вам спасибо. Лучшее в стране